всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня видео о канцелярских пустышках так что кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра я покупала себе вот от такого производителя мини нумератор для того чтобы нумеровать странички в раскрасках ну мне показалось это очень удобно хотя по времени наверное от руки написать гораздо легче но зато не так аккуратно хотя конечно у кого красивый почерк то безусловно и лучше и проще будет сделать это от руки но для меня это не вариант ну в общем здесь уже данные примеры все выглядит именно так можно еще делать всякие черточки есть еще ваша не от этого же производителя такая же штучка ставить даты но поскольку здесь 6 цифр то даты можно тоже проставлять выглядит все это вот так вот здесь уже вставлена подушечка ничего отдельно покупать не надо и там синие чернила так что если будете покупать обратите на это внимание вот но мне девочки писали под видео о покупке что сюда можно залива но папа копию доставать и по капельке наливать на краску все прекрасно хотя здесь и написано что этого делать нельзя ну понятное дело что все можно стоило такая штука наверное 200 с небольшим рублей ну для меня это была покупка такая нужная необходимая прошу прощения так и следующее это от этой же марки штемпельная подушечка я еще не знала что для номератора подушечка не нужна и взяла ну в принципе пригодится для чего-нибудь она тоже пропитана уже синий краской такая плоская аккуратненькая симпатичная ну пусть лежит для чего-нибудь обязательно я так думаю сгодится вот но имеет место быть стоило 100 нет вру 77 или 79 рублей так следующее это я положила в использование бумагу для выпечки я ее использую прокладывать странички в раскрасках очень удобно вообще идеальный вариант особенно когда какая-то раскраска в твердой обложке такая прям красивая и вот эта бумага она так но очень красиво мне кажется смотрится мне нравится и резать ее как бы удобно он так достаточно ногтем просто пройтись также из скажем так не канцелярских но используем в канцелярии вещичек это вот у меня упаковка даже закончилась бумажных платочков каждый день это целый блок было вот у меня сам сама упаковочка здесь 10 платочков но я их понятное дело не за один раз использую хватает надолго но вот эту упаковку просто так лежала очень долго я редко такими штуками пользуюсь а в канцелярии просто идеально так что у меня тут еще а стикеры я покупала такого мятного цвета ваша не за 20 чем-то рублей там сто штук было их можно видеть в разных там раскрасках у меня на первой страничке в общем закончились это вообще редко что вы мне закончились стикеры далее по канцелярии пройдемся так фломастеры марки каждый день они достаточно долговечные но тем не менее я имею пользуюсь много и у меня их много и есть даже те которые уже лет по четыре года то то и по пять лежат вот в общем закончились три цвета на их активно использовала темный зеленый желтый и голубой вот хорошие фломастеры они если просто лежат то сами по себе не высохнут если с крышечкой все в порядке ну то есть я имею ввиду что бывает знаете она как-то так слабенькая но это редко случается вот так хватает надолго что касается полосят они или нет как любые фломастеры эти тоже полосят но все зависит еще и от бумаги и бумагу они скатывают где-то больше где-то меньше плюс пишущий узел где-то он очень хороший преимущественно так и есть где-то похуже но соотношение цена-качество прекрасное 24 цвета цена без скидки 69 рублей очень интересные цвета прям вот много зеленых там вот ну идеально просто по акции можно и за 19 и за 25 рублей купить вот нет к ним никаких претензий для меня они лучшие потому что вот в общей сложности если сложить все плюсы и минусы это прекрасные фломастеры далее закончился фломастер центропен rainbow kids да и кстати они не протекают этот фломастер тоже нигде не протекает он приятный и такой симпатичный удобно держать в руке пишущий узел выглядит вот так ну где-то полосят где-то не полосят очень мягкие бумагу скатывают минимально но единственное что как-то они не долговечные хотя все зависит от цветов синими с голубыми какая-то просто напасть еще и от партии видимо зависит уж меня было две упаковки и одна служила относительно так сколько-то месяцев а другую купила и сроки годности хорошие все и синими вообще просто беда вышла на одну по моему иллюстрацию мне не хватило как-то так далее вот в этой коробочке я храню да кстати там еще еще с прошлого месяца он надо выкинуть тот самый упаковка из платочков я ими растираю сухую пастель вообще карандаши растираю просто в тот раз не показала забыла здесь вот у меня хранятся маленькие карандашики какие-то заточены прям сточено вот так какие-то побольше может быть даже не знаю короче говоря вот у меня в этом месяце закончились вот эти этом ашан 50 цветов клей ела и охра это мои любимые оттенки еще какой-то здесь добавился но в любом случае здесь вот марка каждый день они не каждый день а по машам с птичка вот эти 50 цветов и фикс прайсовские 36 цветов хорошие карандаши очень их все люблю дальше вот в этом пакете у меня по проекту project pen то что нужно там до середины апреля закончить или по максимуму использовать я взяла в этот проект фломастеры из фикс прайс двусторонние но вот уже что полностью высохла закончилась плюс мои любимые ручки crown они мне вот эти именно служили очень долго несколько лет и там когда вот самая малость оставалось пишущий узел стал немножечко так это ну подсыхали чернила непосредственно в пишущем узле поэтому я выдала остатки на палитру и уже кисточкой раскрашивала вот ну здесь есть еще ручки пасты с алиэкспресс не смотрите что здесь вот столько пасты на самом деле ее там в принципе нет это немного вот осталось краски по краям а все что в центре все уже использовано просто тут уже ничего не сделать это уже подсохшие ну пастельные всякие неоновые чернила как правило пасты прям хорошенько подсыхает может быть за счет белил может быть еще не я не знаю за счет чего что туда добавляют но факт остается фактом что пишущий узел так засоряется засыхает что к сожалению раскрашивать ими сплошное наказание но когда кисточкой красишь то очень даже неплохо вот я какую-то там мандалу раскрашивала и таким образом смогла ручки поиспользовать цвета сами по себе красивые хотя конечно я не фанатка неоновых всяких цветов они у меня как-то особо не идут так что у меня карандашик я не убрала надо убрать чтобы не потерять его и так сейчас минутку у меня еще два фломастера закончились это тоже марки каждый день желтый один а вот это вот это из фикс прайс набор 56 цветов вот засох фломастер к сожалению да вроде бы они с виду простенькие но мне нравится такая простота в руке держать удобно они относительно мягкие в преимущественно есть где пишущий узел жесткий но в целом правда просвечивают они не злостно но имеет место быть но зато много цветов я думала что буду их покупать но что-то как-то они быстро подсыхают мне это не нравится а еще вот черный кстати говоря но им я пользовалась но знаете не в тех масштабах чтобы он так быстро закончился и еще я разбиралась в ручках вот эти ручки у меня то ли закончились то ли подсохли это ручки в виде губной помады я их покупала fix price мы с мамой тогда еще покупали когда fix price москве только открылся один из первых и цена была тогда 36 рублей за упаковку там или три или четыре ручки что ли было и многие до сих пор из них пишут но вот эти все уже закончились поэтому я выбрасываю еще было у меня наверное тоже есть fix price вот такая ручка она он видите вот так вытягивается здесь такой зажим ну кстати удобно да можно где-то закрепить и так ручку вытягивать на сама она вроде прикольная такая но тоже то ли засохла то ли закончилась разбираться не буду вот эти ручки но это моя мама на столе на самом деле лежали вот тоже стала перебирать ей нравились вот такие наборы из fix и прям вот именно вот эти она их обожала вот она брала их в руку и все пишет я беру у меня не пишет вот казалось бы цвет красивый форма классная все в них все в них хорошо но у меня не постоянно заедают в общем вот эти вот выбрасываю все по высохли так что еще такая вот ручка это кстати что за марка здесь не указано она такая прорезиненная трехгранная очень удобно было это из fix price очень давно куплено когда тоже было все совсем дешево еще какие-то ручки пишут это уже не пишет там вот эти разные были зелененькие так он паста была исключительно синяя вот эти ручки черные тоже наборы из fix price это уже у нас что астам но они наверно сейчас есть это тоже скорее всего вот эти ручки лучше качеством но тоже это подсохла у меня еще много таких такую ручку выбрасываю закончилась и еще вот это это ручка эрих крауза прикольная хорошего было качество когда-то здесь вот как я люблю видите тонкий пишущий узел почерк и всегда обычно с таким ну вот мне нравится либо тоненькие либо что пишущий узел был толстый не средний тогда почерк хороший получается в общем тоже высохла выбрасываем ну что ж вот такие были пустышки если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья вдохновения хорошего настроения уютных раскрашивательных вечеров и чтобы канцелярия вас радовала и не подводила увидимся в следующем видео пока пока